Давайте покажу одну недоработку, которая у нас сейчас еще есть. Запущу еще раз бизнес-процесс. Теперь давайте из другой заявки и укажу того же поставщика. Здесь у нас все верно, поставщик указан. Обнаемся в списке про поставщиков и увидим, что у нас поменялась заявка. Но идея была в том, чтобы сохранить не одну заявку, последнюю, а чтобы хранить здесь ссылки на заявки, в которых поставщик использовался, на все заявки. Так тоже можно сделать. Давайте покажу как. Итак, вернемся с вами к настройке действия, которая сохраняет значение заявки в элемент поставщика. Как видите, сейчас мы просто присваиваем одно значение, то, которое было передано. Как же нам поработать здесь с множественными значениями? Ведь по сути, с левой стороны у нас заявки значение множественное. Мы его настраивали именно так. Давайте обратимся к нашей справке. Используем уже известную нам статью в поддержке 24 по вычислению значений. Давайте посмотрим. Здесь есть специальная функция, которая позволяет работать с массивами. И пример ее вызова. Давайте я отсюда ее скопирую. И поработаем с ней дальше. Что еще мы будем использовать? Вот та наша сейчас переменная, по сути, параметр бизнес-процесса, в котором мы передали текущую заявку. Но мы хотим ее не просто присвоить значению, а хотим добавить. Поэтому я также возьму эту переменную и текущее значение заявок. Что это? Это у нас поле текущего объекта, документа. Поле документа, заявка. Соберу сейчас это в отдельном текстовом файлике, чтобы было понятнее. И составим там формулу. Давайте посмотрим. У нас есть пример из документации. Есть функция merge, в которой есть два параметра. И, собственно, она объединяет эти параметры как элементы. Или как массивы. Или, по-прочему, один элемент у нас будет массивом, один параметр. А другой будет значением. И у нас значение добавится в массив. Наши значения какие? Документ. Попробуйте заявки. Это то, что у нас, собственно, уже есть. А template заявка – это то, что мы передали. Если мы соберем вот такую вот с вами конструкцию, то, по идее, у нас и должно произойти добавление к текущему значению новой переданной переменной. Давайте посмотрим, как это работает. Сначала посмотрим на поставщики. Обновлюсь. Это у нас сейчас о мебель и одна заявка. А карандаши для доски. Перейдем в заявки. Давайте запущу теперь вот на другой, на новый стол. О мебель. Обновимся. У нас получилось, что о мебель теперь имеет ссылку на две заявки, к которым у нас были запущены бизнес-процессы установки поставщика. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...